Свой главный престольный праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери отметил накануне Сретенский монастырь российской столицы. Божественную литургию возглавил председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност в сослужении епископов Петерговского Силуана Енисейского и Лесосибирского Игнатия. Следующий сюжет подготовлен по материалам YouTube-канала Сретенской обители. Сретенский монастырь был основан в память о чудесном спасении Москвы от полчищ Тамерлана в 1395 году. В ту пору у московского княжества не было сил противостоять неприятелю, но было дерзновенное упование на милость Божию, а вера творит чудеса. Именно чудо тогда и произошло. Из Владимира в Москву отправился крестный ход с иконой Божией Матери, которую сейчас именуют Владимирской. Шествие было встречено духовенством, народом и их горячей молитвой. И той же ночью Тамерлан увидел во сне сошедшую с неба величественную жену, которая велела татарам покинуть московские пределы. Поняв, что это мать христианского бога, хан развернул войска в степь. А на том месте, где москвичи встречали Владимирскую икону, основали монастырь в честь Сретения, что значит «встречи святыни». Песня «Встречи святыни» Свидетельством всеобщей любви к обители и ее святыням стало и нынешнее торжество. На богослужение приехали выпускники Сретенской академии, многочисленные гости и паломники. Ко всем было обращено слово пастырской проповеди. Главное нужно наше желание, сдобренное покаянием и исправлением своей жизни, молитва. Настоящая христианская жизнь. И Господь волен какие угодные искушения в нашей жизни исцелить, помочь нам их преодолеть. Сейчас время такое, что молиться надо очень много. Молиться надо постоянно. И Господь нам по молитвам Божьей Матери предоставляет такую прекрасную возможность. И тогда действительно произойдет победа в нашей жизни. Самое главное. Победа над дьяволом, над грехом и над всеми теми сетями и искушениями, которые дьявол разбрасывает по всему миру. Субтитры создавал DimaTorzok